тоже начинают путать они игроков корейцы китайцы и для тех кто в записи смотрит это финал нижней сетки турнира wc и играет тяж против лоулит мы уже видели кажется и эту карту и этих игроков они то ли все встречались то ли нет в группах они точно не встречались и и и будет будет интересно лизер брекет семи-файналс нет файналс скорее всего не не полуфинал ну хотя их по-разному называют эти слишком много финалов один финал верхний один финал в нижний объединенный потом суперфинал маутон кинг первым героем у тяжа там варденко да 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 все все так все так хорошо посмотрим посмотрим что будет здесь отмани вы это рабочим тяж кобальдов еле выжил все бросили преследование этого рабочего несчастного у него там 8 хитов щас 9 регенерация творит чудеса и побежал футмен на заднем фоне там комментаторы радостные они все еще находятся под таким серьезным эффектом эйфории после финала верхней части сетки не буду спойлерить если тем более что в записи смотрите зачем это делать посмотрите много интересных матчей в рамках этого турнира классных моментов но это не удивительно когда проводятся отборочные когда доступ к турниру есть у самых разных регионов у кореи у китая европейские отборочные проводятся и в качестве главного мотиватора выступает призовой фонд в более чем 100 тысяч долларов конечно все стараются и все показ показывают великолепную игру ну стараются показать великолепную игру кого-то получается у кого-то нет ох ох ты как спрятал виспа смотрите какое место хорошее есть у елки не достать его там даже милишным футменом очень хорошо контролит дерево но на грани прям но не делает лишних движений делать лишних ударов и очень 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 аккуратно нужно действовать дерево это еще конечно же пригодится тем более что как видите хантерс холл делается начало было уже подобного рода и помню после этого варден побежала непонятно куда и занималась непонятно чем и не прохарасил айкс и ничего не сделал это респы только другие были кажется поменялись они местами так great на т2 об барака половина хп ну даже при таком раскладе естественно не хочется двумя футами и маутон кингом с ним как-то размениваться по хп потому что и висп рядом и сверху могут пацаны потянуться а сюда заходит футмен смотрите-ка здорово туда герой видимо плотно не заходит а вот это уже проблема потому что великолепный тайминг от варден магической вышки еще нет и рабочие будут страдать минус 1 кажется минус 2 там труп еще с справа это футмена или рабочего экс в любом случае конечно достраивается тут помешать сложно но варден уже она убивала много-много рабов и получила практически третий уровень без четверти 3 тут просветка персональный телепорт чтобы компенсировать как как-то мобиль одну отсутствие мобильности необходимости иногда возвращаться быстро на эксп для того чтобы отогнать ту же самую варден очень нужно тяж и сейчас ох молоток поймал хорошо естественно он не хочет тратить блинк если нет такой потребности чтобы этом но скорее всего это это нож и и блинк у тролль пришел к отлоу ли то неожиданно внезапно потому что и он очень сильно помогает он стреляет по вышке ой и опасно а кинжал идет в тролля вражеского для того чтобы его главным образом замедлить и нанести как можно больше урона есть кстати мана на молоток надо хайдится тут варденкой чтобы да чтобы до отстрелил вот сейчас можно уже действовать варден более спокойно или она тут ай-яй-яй есть мана на блинк сейчас будет 50 маны это значит что можно прыгать омк как мы видим не хватает маны на молоток и он просто левать нычка нычка строится аккуратно потому что шахта не закреплена в конце концов где еще здесь делать разведки виде там какой-то фермы или рабочего со стороны тяжи никакой нет поэтому даже он он может подозревать что сейчас по таймингу делается база но к сожалению поделать с этим что-то оперативно не может уже доделался т2 2 2 древо мудрости строится и скоро появятся первые ряды тут к сожалению для эльфийских там фанатов или корейских фанатов тут разные могут быть и по расам и по национальностям предпочтения так скажем вышка так и не была убита и надо строить вот магическая вышка как по которой стрелял тролль увы бывает варят 3 есть тп сейчас наверное панду возьмет он же он же в прошлый раз кажется да практиковал брал пандорийского пивовара ну и варе уже достигла такого левела когда она может действовать более-менее автономно хотя он продолжает крепится и на таверне что самое главное нет никакого виспа как будто он будет будет соло ее качать это тоже возможный вариант тем более что как уже говорил по по блинку там тоже классно изменяется не то что механика на стоимость и там кулдаун с заклинанием 33 лимита на 44 единственное преимущество в данный момент тиаша заключается в том что у него экспант раньше но но это единственное как почему он впереди ну как следствие по лимиту он еще впереди потому что денег больше это ясно а так ты герой чуть лучше по левелу у лоулита технологии на голову выше даже наверное на две головы потому что там не делается great накип даже а тут уже пошел апгрейд на т3 то есть уже последний второй апгрейд главного здания вот сейчас только пошел great накип нужно чистить конечно же шахту нужно ставить дерево нужно делать так чтобы не смог увидел сентри классно просветил увидел сентривард здесь не обратил я внимание на то что сентрик выпал очень полезный девайс на этой карте поставленный на магазине он палит большинство перемещений с твоей половину с части врага карты потому что как правило через магазин все идут в атаку неплохая тут защита я не уверен что тут как-то можно а ну вот так да молотка молотки можно раскидывать прорывается варька к троллю присту сейчас будет еще один молоток надо блинком уходить от него но да не рискует просто стреляет молотком в сори в хантрессу появился голем с футменами дриадами смысла сражаться нет может там есть ой хорошо очень хорошо персональный телепорт вынужден телепортироваться мк просто рядами убивать футменов с дефенсом это очень болезненное занятие вот они стрельнули разок обе были замедлены сразу же и урон получили и отравились малоприятно идут рифлы кип доделывается еще пара дриад оболишь и только-только-только ставится база но варя уже практически пятого уровня ей совсем немного осталось до а сейчас опасный момент потому что сейчас во первых придет мк он уже будет с манкой он будет уже немножко подлечен хотя видите голема дриады убивают и боюсь что сейчас будет 5 лэвл варна надо барак ого идет мк под инвизом под если бы варя было рядом бита это было вообще она бежит лечится может быть и подозревает что-то но шахту отменят футмены они не могут просто дрядки не могут что сделать и хантресс вроде не построишь до медведей нельзя нельзя стрелять вы что что же такая боль такая боль есть сейчас появятся же первые медведи три молотка венки о как как так закончился инвиз кажется но сейчас тогда нужно им купить мк делает тп надо прикапывать шахту сразу готовится к к чему готовится надо готовиться к тому что противник придется превосходящим лимитом из-за того что раньше у него база как обычно лимиты сейчас равный но опять же вы можете наблюдать по ресурсам что есть плюс там 600 700 голды даже несмотря на то что там продакшен сейчас был заряжен очень хорошие там воркшопы всякие там с арканки разница по левелу серьезные 5 левел на 3 ловлет с одной стороны должен будет принять превосходящий лимит но особо нет сомнений в том что у него получится отбиться от первой атаки и не от такого отбивался тролль получает молоток второй умирает 32 и плюс арбат о ножи переучился переучился пора второго героя на мой взгляд брать пора брать панду какой-нибудь и пытаться ее на marketplace как-то выключить вот это опасный он пытается выиграть время пытается выиграть время чтобы у него появились медведи но оп хорошо хорошо это в случае правильный размен 50 маны на 75 при том что а гильщики стренджевики приблизительно одинаковые но у стренджевиков поменьше еще это прибавляется в общем-то выгодно выгодно разменивать так блинк на на молоток так аккуратненько 50 лимита почему он не выходит я от боюсь что он переборщил с дриадами они достаточно емкие в плане лимита и сверху уязвимые против того микса который готовит тяж то есть это рифлы это мортир опа до маны нет непонятно откуда там появился маутен кинг может опять же инвиз какой-то но продолжается криппинг вот о чем почему панда здесь бы хорошо зашла панда бы сейчас на этой точке 1 прокачала с первого до 2 а для варден абсолютно никакого бонуса нет ну кроме того что она там получит книгу до девайс опыт уходит в никуда амулет мана можно купить варда что там о great hill отлично скорее все купит амулет маны да конечно там третий скилл с ножами ей нужно как можно больше маны купила а и купил иллюзии вот это интересно чем он подумал реально из-за того что слотов нет кстати еще один бонус панды что она тупо может собирать те самые девайсы которые жалко продавать но вместо тупо нет и сейчас будет та самая атака разница по лимиту есть но она не очень существенная всего в 10 лимита есть медведи у эльфа с blizzard кстати у архмага позицию выбирает очень хорошую то есть придется тут ломиться либо лучше конечно разделить войска на две части эльфы чтобы не толпиться дрят как-то это второй магазин или это первый магазин если это первый магазин то это фейл не как первый магазин если он арбу где-то купил конечно это второй магазин магазин стоит недорого но нужен в качестве резерва и поближе к до дряды пошли слева фэри драгона кстати нет 5 медведей сейчас будет еще плюс 2 8 медведей и идет атака да но дряды с о хорошо ножи сразу на 5 рабов дряды влетают тут blizzard заливает все вардан выкрубает инвул прямо в тот самый момент когда мне должен залететь молоток ножи великолепные мортиры умирают blizzard вроде дэмэджет на blizzard 1 левела всего лишь молоток получает варька варька кстати с амулетом маны пытаются дряды отстрелить вышки фан оф наевс еще один молоток почему-то сейчас в растерял сервис растерялся лоулит держится тиаш отлично дрядом пытаются отчаянно отстрелить грейдящиеся вышки но кажется не удастся это сделать ему варда ну фу фу баша нет если баш то мог умереть да разница по лимиту осталось той же самой что и до этого но самое главное самое главное что вышки доделались там кстати черепахи атакуют экспант тяжа пока комментаторы не это не увидели но там реально идет борьба просто борьба мурлоки атакуют черепахи идут отбиться все равно да нет все равно сложно отбиться если варя была 6 если там spirit of vengeance каким-то образом но сейчас задача очень серьезно усложняется вроде надо атаковать надо защищать свою базу а как непонятно сдает сдает экспант это равносильно поражению практически подрезает им одну аккуратно аккуратно ай не увидит молоток еще получает молоток много медведей ну а толку хотя если 6 левел принимает сражение сейчас не очень удачный тех ой не туда кинул молоток он молот он промахнулся они у специально скорее все это сделал мог на самом деле промахнуться blizzard на большое количество медведей маны уже нет у маутон кинга варден на самом деле варден плохо у нее 340 хп маны тоже немного хотя есть бутылек есть амулет cannon tower отлично стреляет там же сидж там же сплэш урон идет медведей не выдерживают ряды даже боятся на расстояние выстрела подходить 6 левел варден вызывает ультимейт и начинается несколько другая игра почему к трупам не это самое не подойти вот вызывает первого spirit of engines который начинает там потихонечку постреливать но лимиты лимиты 39 на 73 сумасшедший разрыв что у нас по мэй но там скорее осталось еще прилично где тысячи четыре пять на вскидку и это значит что перетерпеть будет крайне сложно плюс конечно в том что у тебя типа не обкип и ты получаешь не в два раза меньше ой хорошо как тут вот вот ульта отстреливает ну как 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 быть до 50 лимита допустим мы доведем допустим до став а кстати нет варя в самой гуще событий опять медведь падает не дожидается даже молотка потому что под слову получать урон совсем не хочется еще выжигается легче поражать блин кануться оттуда нафиг не разводя тем временем духе возмездия убивают вышки но они не справятся они сейчас умирают время ну точнее они неуязвимые просто время проходит 40 на 80 лимита 40 на 80 попутно крипит еще зеленую точку пришел ульт вар варки медведи есть врыв идет нужны трупы первые свиток мешает убить первую мартиру а мша баш первые трупы есть но как у какая разница между по по лимиту варя еле 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 выживает убегает медведи умирают еще ножи еще минус мишка отстреливается дряды биты варя никакая 20 лимита это гэгэшечка это уже никак да да начало было очень хорошее варя врывается надо выкидывать там амулет прожимать ночь регенить ману ой под инвизом мк под инвизом мк с третьим болтом вот сейчас будет классно смотрите из-под тишка вот красиво можно завершить эту бах половина хп сразу же минус больше половины хп учитывая фокус блинг там на жипс сорки классные классные красные а им шану не хочется возвращаться в бой вообще не хочется блинг ох хорошо седьмой level это третий блинг да особо нет не может но нет там мк серьезность третьим болтом как хотя если по нет на самом деле можно если если контролить как молодой бог не пропускать вообще ни одного болта то есть третий блинг в отличие от предыдущего блинг такой же дешевый на кулдал вместо 10 секунд одна секунда и соответственно ты можешь ходить от блин канутся сделать ножи и блин канутся баш под рядом да нужны только дриады учитывая брекеров никаких медведей оп молоток ой свернул молоток но не нанес урон это интересный баг такой пытается варька зайти в в гущу опять же событию не да ой сейчас ульту может потерять ульта уходит есть новые трупы но возвращаться очень опасно 28 лимита на 67 еще подрезает нескольких рабочих блинг не на самом деле есть еще шанс есть шанс потому что начинается ночь мануэла сейчас начнут наполняться постепенно струи что-нибудь я не понимаю почему он видимо законтролился просто ой какой молоток еще один минус да он потерял две дриады на на ровном месте нужны новые дриады он должен восполнять ману он должен как-то контактно играть с хуманом чтобы топ не построил там вышки при этом до ночь мана выкладывать амулета и мша выложить амулет пропить ману скорее всего то тут ульта ульта скоро того даже и вышки особо не такая большая проблема потому что если удастся надо магически просто ушки делать если удастся получить трупы опять же появятся вот эти вот неуязвимые духи возмездия и все и они спокойно хорошо хорошо амша оп 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 вообще дичь отряды под под подрезают подкрепу сумасшедшая игра все да да возможно все еще есть даже несмотря на то что разница сохраняется x2 по лимиту выпиву выкладывает амулет выпивает ману идешь часть яшу в атаку на мэйн чтобы ну как бы может как-то ее там убить потому что в чистом поле варда ох тут вах тут вообще такая в общем он решил не убивать кастеров и он боится что да ему нужны мануэла действительно ай не увернулся была анимация блинка но к сожалению нужно там долю секунду на эту анимацию оп оп инвул сейчас нужно наверное фокусить просто имку в такой ситуации дисплей манку оп ах опять опять ошибка да 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 есть есть задержка нам ой тут по подходит кастер подходит рефлей уходит варка варит вниз прячется тут же у нее нет хп у нее нет маны на хочется жить 10 маны новые но там мк бежит 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 готовится 8 9 10 блин опасно опасно там мк в инвизе нужно выложить амулет выпить из мунвеллов ох мк под инвизом готовится еще с девайс можно стырить было оп блин к магазину а мэйн закончился уже покупает последнюю последний бутылек вызывает ултимейт и ловит молоток из под инвиза и инвиз не дает информацию варьке о том и где замах то есть он должен просто по кд блин к ваться он аймшу врубает и умирает судя по всему до гг класс хорошая игра 1 0 и вот эта борьба ох ты ж ежик он отставал на 7000 по по ресурсам концу игры это колоссальное количество денег в шахте до старте там 12 половиной и при этом там цеплялся зубами всеми частями тела за возможность не сдавался в общем подрезал там пытался но тяж на разводы чаще всего не поддавался он кидал молотки можно было с инвизом фишку сделать пораньше чтобы не раскидывать впустую но классно это начало серии до двух побед серии не такая большая но многообещающе поражает заглядываю периодически в чат пишу смотрю комментарии например товарища дует хуман в лайте сильнее эльфа никакой интриги не было у человека в два раза больше лимита что ты имеешь виду что когда на в лайте сильнее что значит сильнее это это интересная аналитика я посмотрел что ты сказала если бы эльф отбился ну он мог отбиться сложно но можно эксперт особенно знаете когда этом x2 x3 лимита там ну сильнее хуман в лайте как бы но это очевидно какая тут интрига да уж сегодня игры еще будут да будет окончание этой серии и будет еще объединенный финал впереди может он имел ввиду что экспы проще ставить защищать но это чушь потому что причем здесь лейт если речь об экспе который ставится на четвертой минуте есть и стратегии которые заточены под под экспанды ты можешь сам свой экспант ставить раньше есть много вариантов развития событий игра в принципе предыдущая она не подходит ни под одну к такую клешоную фразу которые любят но подобного рода товарищи говорить упрощать то есть здесь слишком много было моментов и в исполнении и в особенности карты и в ну просто игровых моментов когда есть ультимейт например появился есть четыре вышки там нычка под вопросом вопросы по юнитам вопросы под креплением то есть тут игра она вне по крайней мере должна на мой взгляд пониматься не должна идти по какому-то шаблону в блин как бы это сказать она уникальна ее нельзя резюмировать одной фразой это слишком плоско это слишком тупо ну извините за прямоту тут очень много факторов которые могут влиять на исход игры понимаете поэтому какие-то универсальные односложные решения как правило даже близко не описывают и этом как и в этом как раз и прелесть что игра то красиво получилось многообразно то ну что-то в этом роде 8 часов 25 26 минут идет уже трансляция начали сегодня в 6 30 и сегодня самые интересные игры завтра будет суперфинал это понятно что что самый смог будет именно в плане там финальной точки завтра но сегодня такое количество качественных игр сегодня наверное мы посмотрим посмотрим с вами около восьми разнообразных серий и практически в каждой из них есть какая-то изюминка есть какие-то интересные повороты интрига сумасшедшая борьба такого давненько не было начинается игра финал будет суперфинал бы 5 но у победителя верхней сетки будет одна карта преимущества а все что мы сегодня будем смотреть это бо 3 стандартно рахмаг демон хантер показывают видите вариативность возможность подстройки в зависимости от карты но скорее всего это не подстройка под 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 противника под стройка под карту хотя мне больше нравится конечно сочетание мк против там той же самый варден потому что оба обладают директ с пламя которые могут сильно сократить количество здоровья верхмаг то он что он конечно дедушка мудрый он крепится хорошо он может с близзардом помочь но когда появляется мк прям с самого начала он идут могут быть окружение какие-то могут быть подрезание юнитов любопытные ну и конечно вот в сочетании с с варден блинком выходят такие вот динамичные очень моменты особенно там классный момент был когда варим врывается на x там блинк в нее кидается молоток она врубает амша делать ножи убивает всех рабов которые строят так задевает там еще кажется приста какого-то несчастного и спокойно под магическими вышками там никто опа хороший весь хороший хороший вес достал виспом дуэлементале получил свою порцию там 42 xp сер клетка выпадает архмагу почти второй левел у него уже есть hunter's hole делает лоулет впрочем как и в прошлой игре на секрет вели это же секрет вели дакарта хан тресы хороши еще в том плане что есть колодцы где можно эффективно лечиться и хочу обратить ваше внимание на то как замечательно лоулит развесил виспов у него висп слева под потенциальный протектор у него висп рядом с фонтаном у него висп на красной точке сверху который палит проход висп в центре на проходе который мимо магазина палит в общем он контролирует значительную часть карты со стороны противника в данный момент у него нет разведки по понятным причинам справа и справа внизу и пошла эмаляция зажигает demon hunter подходит висп но не хочется дисплей потому что ну как бы ой добивает добивает хорошо добивает одного огра начинает гореть прямо в рабах минус один рабочий очень больно возвращается сумасшедший дэмэш успел дима ой там девайс же шип 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 девайс не видит очень битый рабочий кстати протектор начал строиться слева это раз 2 идут первые коты которые могут пойти в на базу к эльфу и попытаться добить тех рабочих до которых ну до которых demon hunter не успел добраться новеньких свежих рабов сейчас подводит на строительство но их уже ждет зажигательный demon hunter жизни не так много надо валить отсюда на фонтане что-то происходит кто-то с борется а арча разбудила нейтралов чтобы футмены не не лечились на халяву о протектор протектор до протектор спалили классно тяж контролят ситуацию вокруг экспанда пытаются создать благоприятную атмосферу ухо хантресу схайдил для того чтобы поставил базу в неудобном месте то есть по хорошему он должен был делать ее вплотную к вышке и пониже к лесу чтобы башня достреливала в любом случае где бы там базу не атаковали а так получается есть некая мертвая зона что можно сверху подойти пост пострелять посмотрите как сюда можно зайти да 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 и самое главное что лоулит может туда залететь он покупает персональный телепорт в магазине попытается туда как-то пройти но скорее всего крым а нет он сюда идёт с контрастами сейчас будет зажигать на экспанте возможно это даже более выгодно учитывая то что есть реальная возможность помешать строительству экспанда спрятаться пробует хантреска еще минус 3 без 4 рабочих овца даже сгорает от напряжения минус все рабы 3 дима господи какая это грязь как сказал бы хапа жутко просто жутко новые рабочие они уже не хотят туда бежать им реально уже рассказали все что там происходит эти легенды о демон хантере который одним взглядом испепеляет и работать после этого совсем не хочется при этом мы помним про то что есть еще рабочие на мэйне которые ждут своего часа и могут догореть и чем больше выигрывает времени сейчас лоулит тем лучше потому что у него доделывался грейд на т2 у него в процессе база она строится вон справа то есть колоссальная сейчас у него прямой панда уже т2 точно ё-моё можно прийти там подышать еще лорницы начинают делаться я хочу чтобы был один-один а там уж пофиг как бы кто кто там кого чем больше игр подобного уровня тем лучше пусть пусть работает пусть персональный став идет на тут магическая вышка есть но смотрите как неудобно она стоит панда может подходить но сейчас уже слишком она подошла не нельзя наверное сейчас под хотя нет и вот то что сейчас стоит нычка таким вот неудобным образом да что панда может подходить и дышать до того как в нее начинают стрелять это один мув одного кота то есть кот молодец а почему не зажигает дима почему не зажигает дима где да он решил что не стоит ему тратить почему-то ману хотя ну ладно окей в это время кстати обнаружил сейчас строящуюся базу добил свою арчу а лорницу обнаружил отменил лорницу и апгрейд делается на единение с природой очень хороший помогающий быстрее поставить базу апгрейд и надежник что самое главное потому что 2 и 7 армора плюс передвижение а также вас передвижение как следствие возможность лучше жрать елки быстрее и уходить из из-под атаки какой-то уже в который раз наблюдаю что лолит не гнушается делать этот great и он сейчас понимаю что он очень очень осмыслен очень оправдан коты забегают снова магическая вышка есть но коты с милишным уроном вот сейчас зажигает дима прям на линии нету нет есть есть нет нету маны там 60 нужно 70 я думал там потому что там 80 маны очень битые рабочие я вот не знаю сколько рабочих умерло но в этой игре настоящий геноцид происходит рабов став есть если ставки если памятник бы поставил тебе нет ставки ну ничего значит обойдемся без без памятников всяких идет сейчас нычка вниз появляются первые дриады страдает очень сильно страдает тяж у него очень поздно кип у него колоссальные потери по по рабам можно очень простым способом определить сколько было убито рабов для этого нужно просто увидеть три с половиной level у демон хантера и увидеть почти второй левел у панды и вспомнить что дима получал крепил только оранжевую точку на этой карте больше он ничего не крепил то есть он получил 2 level а все что сверх и все что получила панда это честь просто все рабочие ну и там по мелочи овцы всякие футмены и прочее получить разницу в экспе разделить на 25 учесть бонус пока не появилась панда и все и вы получите точное количество рабочих еще поубивал некоторое количество рабочих ой заблочили неплохо вынужден сделать персоналку но лучше здесь было на тп уходить на мой взгляд потому что да он мог спасти потому что он мог спасти он не видел кажется этого рабочего из-за вышки думал что хантрест просто тупят на самом деле они их не пускал рабочий просто и все да это ошибка пошел грейд на т3 скоро начнет работать база магазин выстраиваете аж делает грейд на лес ну понятное дело у нас наверняка проблемы с с рабочими целая армия футменов сейчас у тебя же их 12 вроде здесь все таки или 11 12 действительно несколько и лавин вроде как там 12 их пачка такая любит пачки база готова но да он должен телепортироваться потому что ну хочется ведь ничку свою спасти собирается телепортируется 4 виспа лимиты приблизительно равные по ну кстати у тяж это бабла много 1800 1900 голды леса мало нужно достроить виспов побольше а так там неплохо тяж на собирал накопил пан 3 но уже не только на рабах она же закрепила еще точку на шахте соло тяж пробует как-то ну наверное ну его задача естественно как-то нички помешать нам пришел попробовал не получилось пошел делать кассу у него с лесом колоссальные проблемы смотрите у него два косаря на руках телепорт пропускай телепорт он кажется пропустил телепорт а это персоналочка поэтому и пропустил футмены побежали на эксп кстати это может нет он может купить тп панда из телепортироваться защитить тем более футмены как мы видим идет идут вообще на фонтан чтобы просто подкрепить по возможности их там много на дракона наплевать дима добивает между прочим элементаре панда естественно уже 3 уже 3 было даже там побольше должно быть и архмак там кажется на втором магазине кого-то атаковал вряд ли он там мог один крепится но делает сейчас кстати ловлет древо ветров скорее все это попытка подготовиться ферриками под выход с кастерами но одна не то чтобы проблемы но занимательный факт никаких производящих зданий пока что у тяжи нет то есть он не строил арканок дополнительно т2 он просто занимается строительством башен и все мне кажется что он просто воркшоп еще запилит и будет танки гонять на этой карте да потому что тп на тп диспл минус футмен отдыхание это размен телепорт на телепорт при небольшом плюсе для эльфа но если он играет в танки то воркшопа надо прямо сейчас строить но у него леса нет просто у них 46 лимита не supply блок но ловлет он готовится к универсальному выходу что там там петухарные делается 1 мосхавки это чушь против качаной панды денег два с половиной косаря два с половиной косаря ну танки мне кажется это танки понимает что выход обречен на провал и пробует сейчас за счет защиты хорошей своей и за счет того что не выходит из лимита эффективнее распоряжаться добываемыми ресурсами и нет грифоны грифоны скорее всего до грифоны нет но это не хавки то грифоны все равно как бы можно 3 ivory tower до 33 петухарня строят грифоны мортиры грифоны танки но это хорошо на воркшопов нет ребят нет воркшопов а грифоны убиваются панды плюс дриады но в любом случае еще достаточно прилично времени пройдет перед тем как тяж решится выйти со своей базы хотя бы потому что у него лимита 48 на 66 и нет леса делается еще один апгрейд на добычу леса серьезная проблема эти елки книги панды прочитана прочитает панда надо эльфу сходить наверх закрепить красную точку скорее всего возможно занять ну смысле за задеть еще и верхний левый фонтан гиппогрифа делает лоулит он понял что момент пуша уже упущен потому что у него у эльфа уже 70 лимита а никто не приходит в таком случае конечно хочется не он сделал разведку он сделал разведку видел грифонов добавляет гиппогрифов как раз против грифон все чистая контра и это палева делать great на атаку делать гиппосов все верно странно что у лоулитов не было грейдов на ну не делались грейды в принципе над ряд медведей как следственно гиппогрифов только первая атака это под лимит 80 как-то не очень вовремя еще одни барабаны стучим барабаны не стакаются домов экспириенс это пятая панда очень важно и здесь не получит но слева получит опять пытается харасит у идет шла 15 минута до тяжко продолжал харасить футменами один демон хантер да ему все равно страшно они не страшно хавк пришел элементаре диспелят футменов подрезают ну так грифоны плюс хавки убьют гиппосов хотя панда 5 нет ерунду ерунду говоришь хав гиппосы убивают и то и другое даже без панды если танков не будет тебя склеют это известный факт гиппосы склевывают сейчас неудачно харасивших грифона и не доклюют они последнего хавка у них скорость чуть повыше но видите что не такая большая разница они поклевывают под зад но 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 мортиры с еще делаются это как раз против немногочисленных ряд хотят в них наверное animal training пошел а можем просто с медведями взять и убить ему экспант что третье дыхание есть хрена с 2 начинит лимита пока у него нет мог мог через атаку просто взять убить но это мы знаем что мог убить мы что знаем что там армии как таковой нет у ти аша пока еще течь течь выходит о пошел бьет все нет ну почему не добил а потому что жнычки жалко и начинается битва хавки воздуха много слушайте не хватает гиппогрифов и лечение есть как бы не на вроде кто-то клюет из гиппосов на плохо клюет очень плохо клюет очень да очень очень плохо посражался эльф хавков было больше чем гиппосов это конечно неправильно сейчас может кто-то из экспертов скажет ну вот я же говорил но на самом деле хавк занимает три лимита грифон 4 и то что гиппосов было меньше чем даже хавков это большая проблема эльфа то есть он просто должен был сделать больше гиппосов чтобы хотя бы кто-то клевал плохо клюет конечно плохо клюет очень мало хп еще на экспанте можно попробовать его все-таки прийти и добить но вот такой слив гиппосов он очень опасен в том плане что тебе снова нужно добрать эту крит массу гиппогрифов и не факт что это правильно может быть имеет смысл понадеяться на шестого демон хантера со сплэшем потому что но сделать сейчас снова пачку гиппогрифов у него было меньше пачки даже это та еще задача особенно в апкипе он делает два гиппоса это не то не сё вообще они также отдаются попытка отстрелить мортиру все нет воздуха опять 6 демон хантер стоит ли юзать не не стоит юзать ульту потому что панда и так там хотя вот вот здесь не нужно ряд наверное все-таки забивать на хавков панда почти 6 65 на 70 там был просто довольно понятно что все равно отступать будет хуман 6 панда 6 панда архмаг бедный бегает об без маны с небольшим количеством хп ну дима навешивает там с арбы что делать эльфу наверное все таки гипсов если у него есть на руках деньги поэтому можно можно в тихую главных не отдавать вот так вот по частям то есть как только у тебя словили все гиппогриф ты понимаешь что некому больше убивать он может на панду понадеялся но там было два свитка как минимум 20 ой хорошо ох 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 и сплэш парабам офигеть это минус эксп это просто минус эксп ничего не сделать вообще ничего не сделать чини не чини хотя не достает сплэшем оп все и телепорт лимита больше что по лимиту лимита ж какой лимит ряды медведя окей я понял и начинается дима диму все еще не отпустило он приходит с арбой начинает сплэшить по пухавкам панда приходит у нее есть возможность дышать она дышит гиппогрифы еле-еле уходят свиток лечение продлевает им жизнь но все равно постепенно панда ультует панда ультует я только сейчас заметил что панда включила ультимейт медведи проходят к медведь проходят с пандой вместе с к мортирам диму все еще там плющит циклон минус blood made и минус как 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 хорошо 11 пацаны 11 лоулит выигрывает при том что он просто сдал гиппосов просто сдал гиппосов у героя это чертова имба особенно панда только эльфам доступна панда только они и могут брать в таверне для остальных раз лежит негласный запрет на использование панды поэтому эльфы и тащат это был сговор в самом начале тфт распределяли героев в таверне кто что может брать и все и вот договорились не очень удачно представители каждых раз и расхлебываем по день увы увы решающая третья партия за серьезные деньги проигравший занимает четвертое место получает семь косарей победитель занимает минимум третье место получает пятнашечку и опцию подняться на 25 и 50 там четыре тысячи долларов почему стримы зависают периодически стоп-старт постоянно приходится не юзать без понятия консоль в случае проблемы открывайте делайте print screen и отправляйте на support собака goodgame.ru посмотрю если какие-то глобальные проблемы по системе еще проблемы с разлаги нам все еще актуально насколько я вижу это глобально по системе но чуть чуть выше процент проблемных пользователей не пишу сейчас карта террена стенд мне кажется здесь опять будет варден какая-нибудь варден и аэм все-таки да победитель с флайем будет играть тем кто который в финале верхней сетки проиграл в их я проспойлерил для тем для тех кто еще не смотрел хотя если смотришь наверное смотришь в хронологической такой последовательности чем дальше тем ближе к финалу так по крайней мере логично хотя большинство наверное не удержится сразу будут смотреть финал но потому что времени так много так по крайней мере по статистике сейчас убедимся в героях скорее всего варден лоулит уже несколько раз варьков на этой карте брал до варден и архмак варден и архмак причем они же играли на этой же карте по тем же героем только в прошлый раз помните лоулит ставил барак рядом с экспандом тяж его застраивал застраивал и не застроил скорее всего он будет делать второй барак вис повисит смотрите рядом с экспандом и да 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 в прошлый раз как раз он крепился на на экспе более стандартно сейчас лоулит крепится но второй оооо а это уже джинджоп попытка выбить рунные браслеты для того чтобы нейтрализовать действие кинжала варден диспол буковки вообще самый шлак вообще никому вообще начиная ну во первых нет агильных героев у альянса и пара агильных героев это фэрлорд и рейнджика в таверне понимаете да кому для кого это покупать кому это передавать продавать конечно же за 200 и все и мириться с судьбой виспы идут на разведку здесь будет база здесь будет горд заложен второй барак на лагере наемников и вроде как лоулит ожидает от тиаша ну во первых он видел что тут крепил и наверняка догадывается что там будет база начинает крепится тут очень много хороших девайсов на самом деле выборка из девайсов на лагере наемников только два не очень в данной ситуации остальные все весьма юзабельный бутылка хила большая бутылка маны большая даже дрейн маны хорош потому что опа 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 па о не не бутылка жизни окей но докрепить не дали не дали докрепить значит нет третьего лево арчи тоже получает неприятный урон надо бить надо убивать футменов причем он барак потеряет и добил еще не стоит вообще лечить надо наверное забивать на этот барак где спылить архмага и это очень-очень плохое начало для для эльфа в это время те аж спокойно строит базу раз один выстрел должен еще пережить ох не стал добивать даже не попробовал что странно он же вряд ли видел точное количество хп плюс там разброс еще есть по урону было 50 один хп после этого выстрел осталось 26 ну как бы вроде как переживает так но там же плюс-минус варя все очень и 3 лава ставится база вынужден но он понимает что он понимал что не не додавит в тот момент когда тыкнул играть на т2 это было где-то больше минуты уже назад то есть наверное в тот момент когда он крепил лагерь наемников или к нему там сверху на футмена телепортировал сархмаг вот в тот момент уже видимо и принял лаулит решение о том что не сможет он не хоть не сможет он ничего сделать хотя у него хантерс холла не было и не планировал догадывается естественно те а что там строится база точной информации он не получил потому что ночь и вижна не хватило вардон пробежала мимо ополченца немножко не уследил в этом плане но вовремя осёкся и перехватил дерзкого разведчика две лорницы в процессе архмаг в это время старается там тоже по крепится по мере сил варя посмотрела нам на базе да ничего хотя тут футмена можно убить например раз футмена или а сразу раз архмагом да straight to the head короче по голове сейчас будет ему прям персональный телепорт минус фут какой телепорт дерзкий тоже не не встретиться да книжку читаем скоро дирижабль появится кажется варька хочет перехватить дирижабль но у эльфа нет до сих пор базы то есть он только-только достраивается и он да еще поставить еще нужно ее защитить от поползновений ти аша а он будет поползнавать папа пополз покушаться на нее лс на тролля не сразу реагирует но как бы не столь критично и сзади уже идет тех до почти 4 м варька 4 дерево успевает закопаться это очень важный момент надо просто архмага пинчить дряда выходит замедление неплохое хороший хороший момент для эльфа а зипплин а замахнулся на без толку в это время футмен там прям правда по длс там колоссальный дамаг наносится дефенс 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 так просто не пробить дрядами но есть варя возможно стоит сейчас взять панду очень много и лс нанес это это фатально он наносил дамаг во время когда они били дерево он потом понаносил дамаг еще пока они бежали не закреплена точка но уже практически нет никаких сомнений что удастся все таки лоулит у поставить эту базу даже несмотря на то тяж пришел очень вовремя опачки шреддер пришел пришел шреддер с руки он бьет там очень серьезно а да выпивает хилпот просто да и 5 левел уже у вардан 5 левел еле еле уходит сейчас те аж улетает на дирижабле вардан 5 левела база у лоулита скоро будет добывать у тиаша делается маутон кинг в процессе кассл он конечно о флейта меткости ну да ряды конечно наносит большую часть своего не больше части половины своего урона именно ядом но спасибо тому что не какой-нибудь плюс 6 хотя плюс 6 как раз даже и к силе и команде и к гиле вардан были бы в тему потому что герой который это и другой третий атрибут может использовать есть 150 хп в плюс 90 манных плюс и агилите шестерка тоже хороший плюс есть во-первых принципиальный вопрос будем ли мы брать панду отменяет сейчас строящийся воркшоп отменяет башню кстати тяж не замечает этого момента он не включает ни дефенса вау в другом месте вот я понял шахту жалко можно было виспами задиспелить классно классно он со своими дропами действует он третий блин взял на пятом левеле ясно маутан кинг вышел виспа сразу убил продакшен кстати очень помогает для ориентации вообще в пространстве особенно когда у тебя нет возможности кликать по зданиям и проверять вещи все-таки хорошее изобретение во втором старкрафте перенесено в третий варик да панда здесь я согласен очень нужна хотя бы потому ну где где диспел блин о ну он лузит на его но не лузит на самом деле потому что можно было сбить тогда когда он был над домом они попали бы на крышу скатились бы и погибли инфа со . панда нужна по одной простой причине это террена стенд и это те тяж ты знаешь что там скорее всего будут танки а как убивать танки без панды никто нормально не скажет до аватаров венджинс как он поможет до медведя до талон данный че блэсинг да там деревья но панда 3 который вот все увидел ну давай вертолеты нет танки пошли вертолеты для ключевых точек просто берутся видимо повеситься и забыть а то есть него блинка нет то есть фан оф найвс и и ножик и нельзя подходить конечно же дриады пытаются тут копьями своими затыкать бетонную кладку второго уровня и мастерскую три героя против 1 блинка мша начинает резать рабочих и самое главное что можно достичь здесь 6 левелом только ножи и уходить на 6 левел варден но останки это что делать что делать с танками бараки строят готовятся принимать утяжа что по золоту очень грамотный мув когда это дефолт но все равно я поражаюсь умению танкистов известных как только выходит первый там 12 танка ты сразу же идешь ставить третью базу потому что первые танки озадачивают и этот момент нужно постоянно контролировать не дай бог хуману удастся поставить эту самую третью нычку и укрепить тогда вместо там получасовой игры две в базы против двух баз ли там 3 в 2 с вашей стороны если нормально все вы получите еще плюс 15 минут увлекательных танков покатушек поэтому обязательно нужно следить за о варден врывается на мэйн тут можно ультовать сразу же скорее всего танки приходят достраивается аов но уже поздновато не хватает талона для фэйри фаер кошмар масоны ретреть и делается три героя начинают там под ну варев убивает рабочих и на мэйн и на xp правда 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 ну посмотрим да учитывая то что весь опыт все еще идет ей третий нож третий там третьи ножи хотя наверное все таки третий блинг с третьими ножами был бы полезней у нее какая-то комбинированная прокачка сейчас я не понял как как так получилось она вроде и блинкуется и и снова два танка на мэйне action 48 лимита против 58 апкип и эльф еще как бы немножко жмется козы абсолютно столько они едят и так они долго это эти танки бьют плохой микс для защиты от подобные подобные темы варька прыгает снова амша всю жизнь всю всю жизнь этот экспант работает на рабочих по крайней мере последние там не знаю две минуты рабочие выходят собирают золото их убивают золото тратится новых рабочих похожая картина происходит на мэне уже правда не так долго но второй раз кошмар тут как я понял я понял зачем он оставил в орден в солянова до дефендит он он expansion понятно то есть он делал акцент на быстром шестом левеле но быстром шестом седьмом левеле чтобы 3 блин 3 ножи чтобы ваншотать фактически всех рабов и свободно перемещаться по карте и связка ну все это это связка такая что минус все вышки надо восстанавливать ману возвращаться на мэйн адриадам медведям надо просто ждать и улыбаться танков причем чем эффективнее работает варден тем меньше танк к тебе приедет у тяж и сейчас денег нет не то что как бы на танке у него лимита 50 нормального нет он не может и базу сделать потому что варна приходит и убивает zeppelin помогает иногда там шредер до добьет еще вообще молодец ну кошмар в это время на на экспанде у тиаша продолжается экшен восьмой левел варден там танки ездят на мэйне сражение происходит на экспанде тоже происходит сражение но 36 лимита на 68 магазин четыре танка четыре танка можно и мэйн потерять находясь три медведя и он идет не за деревом а за мануэлами и хахах архмак пришел защищаться наивный вообще мануэллы мануэллы это очень рационально он так оценил что мэйн вряд ли убьет а вот мануэллы варденки который постоянно бегает туда-обратно напивается и потом идет опять на экспант к рабочим с этим надо что-то делать отрицательный мит 67 на 30 скоро закончится ультимейт соответственно варя вернется вот на эту базу где делаются свеженькие три вышки и попытается слушать а справа что ли унычка строится вроде нет вроде там слишком мелко для экспанда да просто просто вышка строится танк один минус почему варя сюда не не идет может быть просто ближе ох зарядил снова танки танков тяж в трех на пришел ульта но нет амши три магические вышки очень быстро убивает можно кстати тыкнуть в на мэйн тут смысле на x зачем тебя вышки убей добей нет починки никакой ошибка конечно выходит только сейчас первый рабочий да не может блинкануться и не может тп завязать может не хочется тп из-за из-за того что здесь ультимейт убивает вышки зачем ему это а мог бы убить базу на мой взгляд вместо того чтобы убить одну-две вышки элементарь там подрезает минус 3 магические вышки какая же напряженная игра игра с минимум за там тысяч наверное 8 9 долларов в перспективе там до 45 поэтому конечно всем предельно собраны магазин есть стандартный набор еще только арбу купил еще конечно мана нужна ох и амша а он без амши в прошлый раз пришел просто потому что магазин то у него убили но сбил 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 он опять на экспанте начинает нарезать опять приходит ульта тут тут вертолетики но ряды благодаря своей универсальности как бы они и с теми и с другими более-менее так сражаются вертолеты бомбят танки ой смысле медведи сзади подходят но лимит совсем не тот совсем не не хороший вардан приходит блинкуется блинкуется начинает с арбы там навешивать на вертолеты да оп еще блинк и здесь видите тоже проблема серьезная проблема у тяша потому что не работает девятая девятая вардан здесь девятая заставляет телепортироваться вардан в таком случае просто она угрожает всему она гружает героям она угрожает юнитам угрожает экономике в вместе с ультимейтом способность нести опа хил да ну хил тогда ладно попытка убить x и вардан снова здесь 10 секунд назад она была на своей базе наверху и x падает сто процентов сто процентов да 800 голды остается на мэйне это конечно сумасшедшая тоже игра много вертолетов косяки такие летают но у лоулита денег много лимита еще больше наоборот точнее делает древо ветров для того чтобы гиппосами начать клевать уже потихонечку вертолеты их крайне сложно там контролить в этой ситуации вертолеты бомбят бомбят пыта пыта да но там даже денег на экспан пока нет то есть он делает вышки на нижней базе и мы знаем что вышки не факт что помогут Защитить эту базу от Варден А при этом он еще должен добыть ресурсы до конца Чтобы было бабло хотя бы Да, став Вертолеты еще очень сложно контролить То есть они постепенно-постепенно все равно будут умирать Из-за того, что у них 140 хп Варден прилипло, никак не отстанет Сначала отправила Архмага Его стафанули Сейчас к Маунтон Кингу тоже пристает Паладин пытается, у него там последний хилл нет, не успел ГГ, вот это игра Круто Отличная серия Тут что не серия, то прям О, вылетел ОБС И смотрите, да, взорвался, взорвался сейчас китайский чат Черный огонь, слезы сухой Три взрослых, ха-ха-ха Что? Луна, признать Нормально так Война славы Ну расстроились, конечно, китайские фанаты, наверное Я день Мама Стыд Ах Небеса мертв Флай, видимо, как Ясно, ну хорошо, я ставлю традиционно на загрузку эту игру И у нас с вами осталось на сегодня последний хилл